МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недопустимо. Такого никогда раньше не было. Даже в годы войны у нас были пришкольные участки, нам хоть плохо бедны, но все-таки рассказывали о том, какие травы и что полезно, потому что травознание всегда спасало страждущее человечество. И на первое место словцов, директор гимназии Тюменской, ставил ботанику, потому что человек познавал то, что растет рядом. Ведь мы сейчас болеем от того, что мы берем очень много чужих продуктов. 65% чужого мяса мы берем. Это очень много. Мы очень много завозим бананов, апельсинов. Понимаете, здесь 10% вы можете взять чужой пищи. Чужой. Но 90% должна быть своя пища. Если мы берем чужую пищу, мы нарушаем закон экологической совместимости. Я всегда студентом, я преподавала... Да не надо записывать это. Не, не, это очень важные слова. Дело в том, что я преподавала в мединституте, у врача ни одного часа нет лекарственных растений. Я преподавала фармацевтам. Сначала в пединституте, преподавала педагогам, потом в университете, в конце концов на фармфакультете. Студентам я просто говорила, есть закон совместимости экологической для того, чтобы выжить в тех условиях среды, где мы живем. Нельзя кормить оленя верблюжьей колючкой. Нельзя этого делать. Потому что если мы будем кормить северян ананасами, то и всякой всячиной, то они внесут информацию чужого климата. И человек не сможет приспособиться к тем условиям среды, где он живет. Это основной закон природы. Поэтому вот здесь есть такая глава, которая называется «Пища должна быть лекарством». А лекарство должно быть пищей. Так оно и должно и быть. Когда я приехала на Всемирный конгресс в Прагу, там руководили японцы. Они употребляют в пищу 160 растений. Японцы живут на 30 лет дольше нас. Это очень интересно. Они последнее место по раку занимают в Японии. И вы знаете, это, конечно, очень интересная нация, и вообще очень интересная медицина в Японии. У них 50% врачей назначают только травы, а 50% назначают и травы, и препараты современного химического синтеза. И вот они интересно, очень показали свои достижения на этом конгрессе. Но не в этом дело. Как знали, узнали, что я расту из Сибири, меня стали, заинтересовались итальянцы. Говорят, что, а где у вас иван-чай растет? Я говорю, от полярного круга до степей Казахстана. Растет иван-чай. Это кипрей. Знаете вы, это растение такое, с малиновыми цветами. И спрашивают, а витаминность какая? Я никогда этим вопросом не задавалась. Ну, растет там и растет. Я приехала домой, тут же полетела с Алихар, в Уренгой, съездила на дым и взяла около Тюмени. Оказалось, в нашем иван-чае в 6 раз витамина С больше, чем в лимоне. 260 миллиграмм процентов. В лимоне 40. И ту же, отцветающую фазу того же иван-чая я взяла в Салихарде. В 20 раз витаминнее. Если у нас в 6, то в Салихард уже 20. Там идет на север, витамина в десятки раз запасает больше, чем на юге. Так как же можно северянам есть южные фрукты и овощи? Вы понимаете, мы обедняем. Мы закладываем нездоровье. Потому что нарушаем закон экологической совместимости. И самое интересное, что ведь наши мудрые цари хорошо знали об этом. Иван Грозный в 1580 году сказал, хочешь завоевать страну, завози чужой продукт. Пойдет отток энергии, люди будут болеть, а больными рабами легче управлять. Мы почему это забыли? Мы почему забыли? Иван Грозный имел 5000 книг в своей библиотеке. Он хорошо знал, завезешь чужой продукт, люди будут болеть. Это мы и творим. Вот именно это мы и творим. Мы имеем очень много пищевого мусора. Я имею в виду пепси-колу, кока-колу. Вот всякие жвачки, орби, всевозможные, дерол. Туда закладывается аспартам. Я обычно никогда не беру эти напитки, но однажды я попалась на тонике. Потому что там написано хинин. А хинин это противовоспалительное. Я покупаю этот тоник, я выпила, у меня сухость во рту. Я думаю, в чем же дело? Почему? Я еще хочу пить. Я не могу напиться этим напитком. Оказывается, специально заложено аспартам, чтобы к нему было привыкание. Придумали это американцы, этот аспартам. В 200 раз слаще сахара. Они его закладывают. Чем больше пьет, тем больше ему хочется. И тем больше он покупает. Все. Он обогащает эту струну, которую производит. Оказывается, аспартам дает столько осложнений. Во-первых, он снижает интеллект. Если мать пила, на 15% интеллект будет снижен у ребенка. У него очень много противопоказаний у этого аспартам. И сейчас они там в шоке сами эти. Я имею в виду американцев. Понимаете? Они говорят, что вот доктор Робертс указывает, что аспартам вызывает головную боль, тошноту, депрессию, боли в желудке, нечеткое зрение, беспричинное волнение, шаткость походки, нарушение речи, боли в суставах. При добавлении в пищу аспартама мозг превращает вырабатывать серотонин. И человек не чувствует сытости. А борьба с лишним весом не дает результата. Вот так. Понимаете? Что мы творим. И, конечно, это очень плохо. И потом доктор Робертс говорил нам о хлебе. Белый хлеб, как интересно называют итальянцы, кастратус. Кастрированный хлеб. Правильно. Потому что нам, если мы ребенку даем заранее белого хлеба много, или там булочки и все, мы заранее закладываем в нездоровье. Потому что белый хлеб это пустой. Когда ели белый хлеб? Белый хлеб на Руси ели только по праздникам и воскресеньям. Пекли белые пирожки, там булочки, все на свете есть, крупчатки. Все остальное время хлеб ели из грубого помола муки. Там, где сохранена оболочка зерна. Сейчас мне приходится ехать на мелькомбинар в Тюмени, заказывать специально зародыши пшеничные, чтобы дать детям. У меня 260 человек детей в садике. Я им туда доставляю вот эти зародышевые хлопья. Один месяц мы даем детям овес на молоке. Значит, мы лечим бронхи. Потом овес на воде. Мы лечим печень. У них потом даем 3 недели даем йод прямо из бутылочки. Не йод-актив, а просто из бутылочки. Как меня поил когда-то. Мама, мать у меня врач была, отец был. И химик, и лесовод. И он тогда, когда у меня была аллергия, он сказал, йод на молоко. Полстакана йода, три капли молока. У всей семьи йод. Ровно три недели. Наоборот. Полстакана молока, три капли йода. Я сказала, не так, да? Три капли. От трех до пяти капель. Три-пять капель. Это еще говорил священник Флоренский, который в Соловках был. И он писал письма своей жене. И пишет, что те, которые работают на йодных копиях, они практически никогда не простывают. Так вот, йод давал всегда в своей армии Наполеон. Наполеон всегда проверял всех на щитовидку. Потому что, если плохо работает щитовидка, развивается кретинизм, слабоумие. Ему не нужны были тугоухие бойцы, и поэтому он всегда проверял их. И слабоумные не нужны были ему. Больше от недзадка йода страдают дети. Вот эта 52-ая страница о йоде. Йод, лекарство для интеллекта называется, статья. Детям трудно учиться в школе, осваивать новые знания. В нашей стране 35% населения страдают от дефицита йода, и не зная об этом. Появление йода с недостаточностью. Проверьте себя. Это раздражительность, подавленное настроение, сонливость, приступы необъяснимой тоски, забывчивость, ухудшение памяти, внимания, появление частной головной боли, частые простудные инфекционные заболевания, снижение уровня гемоглобина, тоже говорит о недостатке йода. Он был введен ганиманом 200 лет назад в гомеопатию. В гомеопатии вы очень много увидите препаратов с йодом. Значит, нервные заболевания лечат гомеопаты. Это головокружение, головные боли, невралгия, депрессия. Йодистые препараты дают. Щитовидкие заболевания – это базе, габолез, гипотиреоз, гипотиреоз и так далее. Хронический конъюнктивит, тоже связан с йодом. Потом применяются они при насморке. При опухании, допустим, в текучий насморк, когда с опуханием и покраснением носа, с болью переносится, там в голодных пазах, окриплость, там голос, аларингит. Это все связано с йодом. Препараты йодом лечат заболевания сердца. Это миокардит с сжимающими болями, отдышка, эндокардит, атеросклероз, грудная жаба, а также женские болезни, фибра и циста, аденома грудных желез. Очень хорошо лечится. Хронические воспаления придатков, киста яичников, аминорея на почве телеотоксикоза. Кисту никогда не трогайте. Что бы вам ни говорили, не лезьте под нож с кистой. Если только вы удалили кисту, это будет вторая, третья, шестая операция. Они растут, как грибы. Как только удалили кисту, все пошло и поехало. Не трогайте, никакого ножа там быть не может. Ее нужно лечить. Ее нужно лечить, как и всю онкологию. Так, точно так. Вот здесь описано киста. Как лечится киста. Три недели я назначаю болиголов коню, три недели, по пять капель два раза в день на воду. Потом три недели отдаю конит, потом три недели чистотел, потом три недели мухомор, потом лопух. Очень хорошо пить сок лопуха весной, прямо из листьев, в этих заболеваниях, при всех проблемах онкологии. И в чай нужно заваривать обязательно листья облепихи, но не ягоды. Если у вас проблемы с печенью, холецистит, панкреатит, миома, забудьте о ягодах облепихи. Она вам ни к чему. Здесь нужны только листья. Листья витаминные бимона в 10 раз, там 400 миллиграмм процентов. И она цитостатик, она тормозит рост любой опухоли. Что едят весной кошки и собаки? Ростим траву. Какую? Пырей. Пырей. Они едят пырей. Почему кошки едят пырей, собаки едят пырей? Некоторые едят дарвоты, чтобы себя почистить. Это кто-то из вас, наверное, видел, что она ест до тех пор, пока ее не вырвет. Так едят. Нет. Почему? А потом они понемножку уже щепляют. Когда они почистили себя, начинают понемножку есть пырей. Что такое пырей? Это ценнейшее лекарственное растение. Выбрасывать в мусорную яму нельзя. Оставьте эту практику. Пырей содержит кремний. Кремний удерживает кальций. Это защита от артрозов, артритов, полиартритов пырей. Его очень просто готовить. Если вы накопали корней, конечно, это великолепно. Вы можете там и хлеб испечь из муки пырей, вы можете пиво сделать. Но, вы понимаете, это защита от артрозов и артритов. Очень важно. Обостряет слух, обостряет зрение пырей. Чистит наши желудки и лечит нам гастриты. Не зря кошки едят. Не зря. Вы понимаете, как его очень просто использовать. Не надо его есть вам. Вот как взяли, как кошка ест, так и вы. Взяли вот пучок этого пырея, заложили в кастрюлю, сколько влезло. Отварите 10 минут и выбрасываете. Все. Выбросьте и готовьте супы на отваре пырея. Каши, супы, все, что угодно на отваре пырея. Вы получите кремний. Кремний удержит кальций. В норме. Сколько вы не кормите творогом. Или кальциевые препараты бесполезны. Кальциевые препараты давать с возрастом. В моем, допустим, возрасте, мне 75 лет. Будет 16 марта. Это преступление. Потому что у меня будут сосуды сперифицироваться. Он будет отладывать не столько в костях. Кости становятся ломкими. Понимаете? А сосуды становятся тоже хрупкими. Вы понимаете, в чем дело? Да еще Д. Три. Этот витамин Д. А Д нам нужно рахитичным детям. Когда еще кости мягкие. А у меня уже скелет закончен. А костенел. Какой мне кальций? Мне нужно кремний, чтобы удержать в норме кальций. Вот мне что нужно. Об этом все тут написано. Всякое-то всячино. Тут все написано. Значит, тут главы вот такие. Я просто не смогла сюда привезти. Взяла одну книгу, потому что она тяжелая. А как купить? Она тяжелая в Тюмени есть. Вы уже отругала. Сказала, список составляйте. Мы из Тюмени привезем. У меня в Тюмени есть они. Пока у меня в два раза они дешевле. Если в Тараскуле они стоят 330, у нас стоит 200 рублей эта книжка стоит. Пища должна быть лекарством. Тут обо всем. Хлеб, всему голова. Там все о хлебе написано. Оказывается, с белым хлебом пришло заболевание гемоглиаз. Вот Ларберт об этом очень подробно сказал. Шаткость походки вызывает. Понимаете? Всевозможные недомогания желудочные. Это вызывает белый хлеб. И Ларберт говорит, что от белого хлеба в мире гибнет больше, чем от туберкулеза. Вот насколько опасно. Белый говорит, почему и нужно есть хлеб грубого помола. А вот язвенникам, извините, пожалуйста. А язвенникам надо хлеб есть. Не кислый хлеб, не дрожжевой, а бездрожжевой хлеб. Тогда никакие... Если у вас язва с пониженной кислотностью, надо есть подорожник. Один листочек в день. Нормализуйте зарядную кислотность. Если у вас повышенная, то лучше брать АИР. Потому что... Если повышенная кислотность... АИР. АИР. Я вам предлагаю, вы сильно не зацикливайтесь. Возьмите ближайший. Возьмите воду. А витамины и здоровье. Вы знаете, вот сейчас... Сейчас у нас 65% подделки лекарств. Понимаете, почему витамины... А сейчас Реоновости нам сообщают. Вот последнее АИР здоровье. И они, значит, говорят, что один грамм витамина С, который назначает врач, превышает дозу в 25 раз. Я видела на витамине С жуткие вещи. У меня есть девочка Наташка Хмелева. В 4,5 года, гуляя с мамой, съела упаковку витамина С. Ну, другим-то ничего. А она потеряла сознание на 9 таблетке. Слопала ее, как конфетки. У нее отключилось поджелудочное. Поднялся сахар. Ее увезли там в больницу. Вместо того, чтобы ее промыть, ей ввели инсулин. Сейчас ей 17 лет. Она себя 5 раз в сутки колет инсулину. 5 раз. Это ребенок абсолютно разваленный. И слепота наступает, и раны плохо заживает, и чего только там нет. А все было причиной в этом. Была кровоточащая язва. У мужчины приходят, я говорю, что вы пили? 100 таблеток витамина С. И на каждую таблетку нужно пить литр воды. Никто не пьет, и никто об этом не говорит. Он одну съел, другую, пятую, десятую. В конце концов, за 2 месяца, после 2 месяца применения этих таблеток, у него кровоточащая язва. Нефрит почек, нефроз почек я видела. Ухудшение нервной реакции. А шоферам и диспетчерам одновременно. Однозначно нельзя витамин С таким образом употреблять. Это один из страшнейших витаминов. Если еще считать, что у нас 65% подделки, то это, конечно, катастрофа. И там они говорят, что витамины дают рак. Они способствуют развитию раковых клеток. Вот сейчас уже что говорят о витамине С. И не только о нем. А говорят, вообще передозировка витаминов, которые назначает врач, очень пагубно влияет. Это не листочек, это не ягодка, а это синтетика, от которой у нас нет совершенно защиты. Этого мы не говорим никому. Ни детям, ни внукам. Когда мать моя была врач, ее уже больше 20 лет нет, она сказала, в дом витаминах не приноси. Никогда из своих рук не давай. Вот за 45 лет я ни одной таблетки не выпила. Никаких, никаких там, ни витаминов, никаких других. Потому что есть растения из травы. Мокрица, в 4 раза витамин, не лимона. Это защита от артрозов, артритов, это гастриты, это щитовидка. Ведь у нас очень много селена. Мы кого обманываем? Кому мы говорим, что у нас нет селена? Боярышник содержит селену. Чеснок содержит селену. Календула селен содержит. Ромашка селену. У нас много селен, мы просто должны это взять. Но ведь мы не берем, не собираем ботву моркови. На каком основании мы ее не берем? Это лечение геморроя, это лечение сосудов. Лечит миому ботву свеклы. Ботву редиски. Вы посмотрите, вот как корейцы едят ботву редиски. Я приедула в Самаркан. Русская подходит, берет, значит, эту редиску, отвернула голову, себе эти редиски положила, идет кореянка, забирают следом. За ней забирают эти листочки редиски. Правильно. Раньше сколько мы ели репы? Репы это бронхолитик. Репа нам помогает и печень, и чему угодно. А теперь мы совсем ее не садим, почти. А вот что надо съедать репу? Листок тереть. Это же по вкусу, сколько вы захотите. Конечно, это же трудно сказать. Извините, это тоже написано. Тоже написано. Такое интересное растение, как мопух, да? Лапатоминоза. Лапатоминоза. Это лапуха, берет. Ведь мы что делаем? Мы покупаем в Америке сейчас корни лапуха. Покупаем в Америке кору сосны, которую свою оставляем на делянке, покупаем в Америке. Написано пикногенол. Пинус это сосна, да? Это пикногенол стоит 1200 рублей. Упаковка. Своя вся остается на делянке. С любой сосны. Снимите эту кору, да? И смельчите, вот и заваривайте. Как можно выбрасывать новогоднюю елку? Да что вы делаете? Ведь она лечит бронхи. Она чистит сосуды. Вы понимаете? Это защита от артроза, портрита. У нее столько применений. Там и кремния много. Все, что у вас... Я ставлю специально пихту. Потому что она долго сохраняет хвою. Как-то отстояла она у меня там месяц иногда, два иногда. Я ее разрезаю вот на такие кусочки и кладу в самовар, где чай кипит. Понимаете? Потому что мне смолу надо извлечь. Просто в заварочный чайник смолу не извлечешь. Поэтому я туда напихиваю. Два дня поболтались у меня эти ветки. Я, значит, там вытаскиваю, новые закладываю. И всю эту... Уже половину этой елки я уже съела. Выпила ее. Сейчас уже. А смола вводит? А смола, да, остается. Она имеет... Наверху? Да, мне незаметно. Она просто сохраняется вкус смолы. У самого чая. Во-первых, это очень витаминно. Сколько витаминов? Много. В 6-7 раз витамине лимона смола. Хвоя сейчас. Вот через 2 месяца она будет уменьшать свое количество витаминов. А к зиме она будет нарастать. Это сосна... Все хвойные. Это взять хвоя. Сосны, елки, пихты. Листьевницы. А очень вкусные листьевницы. Когда она распустится... У меня специальная листьевница сидит на даче. Как только появляются эти мягкие хвоинки, я их накладываю с сахаром, пересыпаю, у меня получается зеленый сок. Зеленый сок экстрактов из этой хвои. Чего он только не лечит. Тут написано в этой книжке, там всякое-всячина. Но выбрасывает новогоднюю ель на помойку и преступление. Во-первых, это загубленная жизнь. Вы загубили жизнь дереву, так? Да хоть используйте для своего. Попросите прощения, как раньше просили у каждого растения, которое мы бы брали с нахаря. Они всегда просили разрешения у Бога и у травки собрать ее на пользу людям. Понимаете? Ведь растения тоже живые. Мы же знаем, что растения, энергетика растений разная. Если, допустим, та же осина-вампир, ну она ведь снимает боль, тополь, осина, ива, это природная форма аспирина. Мне сейчас говорят, вот у меня тут привязался тромбофлебит, я 30 лет назад ногу ушибла, а потом сейчас я дала себя знать. Но не в этом дело. Если у меня Левка простыл, внук на рыбалке, он приходит домой, всегда есть кора осина в порошке. Он берет 1,4 чайной ложки этой осины на язык, водой запивает, к которой температура прошла. Все. Ива, осина, тополь, это природная форма аспирина. Нет у вас близкой ивы, осины, возьмите тополь, который рядом растет. На почках тополя мы готовим масло тополевое. Заживляющее действие, великолепно. Это геморрой, это эрозии шейки матки, это всевозможные трещины. Замечательно. Мать моя, правда, будучи гинекологом, она все трещинки эти послеродовые залечивала морковью. Она брала сок моркови, добавляла туда немножко сметаны, делала такие тампончики и все это заживало. И поэтому она, конечно, она просто понимала, когда роженица первая, мама никогда ее не оставляла. Никому не доверяла первую роженицу, считала, что она должна сама за ней следить. Она ее сидела около нее до часу, до двух, до трех ночи, пока женщина не родит. И всегда ее успокаивала, сейчас я тебе дам сильное действующее лекарство. Она ей давала в порошке мел. То есть не мел, она брала порошок, это куриное яйцо, скорлупку. Она ее там перемелит, обжарит сначала или отварит, потом перемалывает. Порошок, порошок завертывает мне в эту бумажку и дает ей, говорит, что вот сильное действующее, обезболивающее. Сейчас у тебя все боли пройдут. Больная успокаивалась. Конечно, это на психику влияло, ни на что больше. Все, там не в плацебо совершенно было, но тем не менее, больная успокаивалась и боли проходили, потому что экламсия же бывает беременна. И боялась, конечно, если она только приедет домой, опять куда-то ее там вызывают, и она в ночь-полночь садится там в сане зимой и едет опять же к пациенту. Вот так было все, все годы войны. Мать вечно была перегружена. И она, так как она была гинеколог, она когда, а я почему стала заниматься? Во-первых, окончила химико-эдологический факультет и, естественно, была ботаник и знала траву в лицо. И когда у меня заболели почки, мать пыталась меня пеницелином там колоть, ничего не получилось. Это был 52-й год. И пришел ко мне ботаник и говорит, у тебя почки болят? Болят. И голова болит, и голова болит. Принес мне Иван-чай и почечный чай, кошачьи усы, это ортесифон. За две недели он мне вылечил почки. Я сказала, матушка, отойди, я буду знать сама. Отец знал хорошо травы, потому что он был лесовод ученый, прекрасно знал травы, очень солидное образование получил. После гимназии знал 4 языка. Французский, немецкий, латинский и русский язык в совершенстве, конечно, не так, как я, безусловно. Я иногда даже пишу свое отчество Нестеровно. Нет, конечно, ведь Нестеровно через О пишется. Это же Нестер был, это ледописец. Ну и, короче говоря, мама мне говорит, я хочу только одного, чтобы ты нашла растение, защищающую женщину от беременности. Ты понимаешь, я убийца. Если я делаю аборт женщине, я с ней делю ее грех. Я совершаю, делаю аборт, значит, я тоже виновата в том, что теряется жизнь. Сколько у нас сейчас абортов делается за сутки? Вы представляете себе, в России сейчас за одни сутки 13 тысяч абортов. Вот сколько, тысяч 13 за одни сутки. Что делается? И мать сказала, найди растение, защищающее женщину от беременности. Я ее искала 10 лет. Я на нем защитила диссертацию. На этом растении. Что это за растение? Это проломник северный. Это маленькое растение, небольшое, такой, с зонтиком цветок беленьких там. Ну, незаметное растение. Маленькое у нее такая розеточка. Вроде бы незаметное. Растет и в Тюмени, и у нас, и в Аводуковске, и в Лутеровске. Я услышала о нем в Салихарде. Женщина вот перед менструацией за 4-5 дней, значит, она применяет это растение, пьет как чай. И все, живет, ничем не предохраняясь, ничем абсолютно. И не беременеет. Потом, значит, я взяла, поехала в Ленинград, показала это растение. Сказала, можно ли на нем защитить диссертацию. Сказали, можно. Мы, значит, и оказывается, это растение дано название диаскоридом. Андра-затце. Андра- это муж, затце- ищет защита от мужа. Это дословный перевод в это растение. Мы до сих пор женщинам делаем аборты. Хотя можно этого избежать, и народ хорошо знает, какие растения являются абортивными для того, чтобы не делать абортов. Это давно в народе известно. А мы вот так, всякие ученые наши. Потому что само наше обучение ни к черту не годится. Понимаете? Если мой внук говорит об Леве, у тебя что за урок сегодня? А у меня сегодня папоротник. Вот он мне рассказывает, как образуются споры, споранги, как спора падает, образуется зароста. Я говорю, ты мне не это расскажи. Ты мне скажи, почему японцы едят? 700 тонн папоротника мы ежегодно поставляем в Японию на золотую валюту. Почему один город Токио съедает 300 тонн папоротника? Почему они едят? Что за микроэлементы? От чего он защищает? Почему они на последнем месте по раку? Почему они живут на 30 лет больше нас, не имея совершенных ресурсов? Лева этого не знает. Я говорю, на черт у тебя эти знания есть. Я со студентов так говорю, не знаешь, как применяется? Мне эти все систематики, сколько там тычинок и пестиков, наплевать. Ты должен знать, для чего применяется, как его собрать, папа, когда собрать, как засолить, и почему его надо есть. А иначе зачем ботаника? Ребенку объясняли строение цветка. Кто из вас знает, как опорить кавычки? А, нет, дорогая, это не самое опоряющее. Совершенно верно, абсолютно. Но дело в том, что в школе этому не учат. В школе строение цветка. Я говорю, где поля и кабачки? Он такие круглые глаза. А как? Я говорю, как? Бери мужской цветок, он мелкий. А женский побольше цветок. Сорвешь мужской цветок и прикоснись к женским. Открой женский цветочек и прикоснись к рыльцу, пестику, и все. Ты опылишь мне ни бабочек, ни комаров, там никаких пчел, никого не надо. Будет у меня урожай. Все. И этого ребенку не объяснили. Скажи на минуту, для чего ему объясняли строение цветка? Для чего? Ты какой-нибудь выход-то должен... Написано, наблюдать, значит, опыление люцерны. Ну, черт ему, это люцерны, где он ее там увидит, и он ее знать не знает. Она нужна, это очень хороший рекорд. Но извините, ты ему покажи, как на огороде себя вести. Ты ему покажи вот на огороде, что использовать, как использовать ту же макрицу, как использовать там ту же ботву моркови, тот же пырей. Ты ему это расскажи. Так они сами не знают. Как не знают? Это чего не знать? Пырей все вы знаете. А в книгах он написан. Я же написана. За столько лет вы уже все эти знания дали. Никто не воспринимает они там. Учителя-то на самом деле тут полностью не знают. Это никого не уладает. Понимаешь, в чем дело? Я, значит, вот приходит ко мне француженка одна. Я, значит, ей, ну, на прием приходит, она владеющая русским языком, живет в обеспечении Парижа. Я, конечно, с великого дуру решила ее получить, как сало солить. Я говорю, знаете, что вам надо, во-первых, у вас проблемы с сердцем, вам надо есть обязательно шпик с свиной. Она говорит, а печень, а я говорю, а печень, холестерина в два раза меньше в сале, чем в масле. В два раза. Она содержит арахидоновую кислоту. Арахидоновая кислота является ферментом сердечной мышцы. Арахидоновая кислота сало участвует в строительстве всех мембран клеточных. И я говорю, вам будет легче. И что вы думаете? Она говорит, я говорю, вам надо солить морскую солью. Я ту соль, которая сейчас продается, не айдированную никогда не беру. Айдированная – это глупость. Это великая глупость. Ее нужно съесть за один день. Открыли пакет, сегодня же килограмм съедайте, а завтра там йода не будет. Зачем туда клавея, непонятно. Я говорю, вы берите морскую соль. Вот я применяю только морскую соль. Тут зашла, мне показалось, она дорогая в аптеке. А у нас она самая дорогая, это я беру 18 рублей килограмм. Ну и 14 рублей килограмм и всякие. Мне там даже привезла эти пакетики вам для образца. Но и она говорит, а у нас другая соль не продается. Я говорю, то есть как? Она говорит, а у нас никто не пользуется той солью, которая в России. Ни Швеции, ни Норвегии, ни Голландии, ни Германии. Никто не пользуется этой солью. Все мы пьем, используем только морскую соль. Мы все на ней солим. Но я знаю, что болгары солят. Это я отдам на конгрессах, была много раз. И капуста, огурцы на зиму, все солят морской соли. Правильно. Еще Вицена говорила, что в еду надо использовать только морскую соль. Там 64 микроэлемента. 58 общих с нами. Там и йод, и золото, и калий, и кальций, и кадмия, и чего только нет. 58 микроэлементов, сходных с нами. Да какая же нам эта соль натрий-хлор? Зайдите в любую эспеку и берите соль для ванны. Самую серую, самую дешевую, но без добавок. Чтобы там не было никакой календулы, ни лаванды, чтобы ни желудого, ни зеленого цвета она не была. Берите самую обычную серую соль. Чем серее, тем лучше. В серой соли содержится больше кремния, там больше глины. Понимаете, это очень важно. Есть такая наука литофагия. Литофагия это лечение камнем. То есть когда дети наши отколупывают, стены едят. Вот я тебе теперь не отколупнешь, а там непонятно, что там заложили. А вообще-то раньше-то глина, да и звездка, да и чего-то. Чего ребенку, или печку там, колупает ребенок и ест? Правильно, потому что ему ее не хватает. Так вот, и все это есть в народе, вы понимаете? Все это буквально есть в народе. И все это, тут я описывала. Правда, сало сюда еще не включила, в эту книгу. Но тем не менее, вот сало обычно как я собью? Можете у меня зайти в комнату, попробовать. Я беру сало, отвариваю морской соли, провертываю на мясорубке, туда добавляю петрушку, укроп там, сельдерей, пастернак, все. Влоть до куркумы. Куркума чистит кровь. Я редко беру чужое, но туда куркуму добавляю. Или шафран, обычно вот растут-то эти бархатцы. Я эти бархатцы высушиваю, потом делаю порошком и кладу в сало. Понимаете? И потом намазываю на кусок, как масло, и все. Во-первых, делаю так, как мне надо. Что-то только всякие пряницы туда напекаю. Очень вкусно. Очень вкусно, да? Вот, поэтому... А солить, варить обязательно? Вы знаете, что нет, вы можете не обязательно, вы можете сырое. Просто мне более нравится, когда оно мягкое становится, оно лучше провертывается. А не обязательно. Ешьте сырым, вот посолите сырое и кушайте. Это совсем не обязательно. Это уж я так для себя это делаю. Очень интересно, вот здесь микроэлементы в растениях. Ну, тут как раз о кремне, обо всем. О воде и кремне. Вода носитель информации. Это то, о чем сегодня шла речь. О том, что когда намоленная вода, намоленная пища увеличит энергетические параметры. Энергетика улучшается, потому что пища намолена. Не зря в храме намаливают воду. Причем я однажды попала на водосвятие. Я однажды видела совсем не так. Ну, читается молитва, там крест опускается и все. А тут я пришла в монастырь. И вот это водосвятие проходило полтора часа. Столько прочитано было молитв над этими четырьмя чанами воды. Я была поражена. Сколько надо брать ее воды, знаете, нам? Достаточно, чтобы вы внесли одну столовую ложку в ту воду, которая у вас отстаивается. Достаточно, чтобы вода получила информацию, сделать ее святой. Не обязательно, понимаете, в чем дело. Вот здесь есть еще советы бабушки. Внимательно почитайте. Вы знаете, это очень интересная глава. Советы бабушки. Это что завязано на печень. Когда-то Вицена сказал, щади премного печень. Вне основы всех основ. Дух печени здоров и организм здоров. Он совершенно прав. Вот все экземы, всякие кожные заболевания надо обязательно лечить через печень. Потому что это ее проблемы. Это проблемы печени. Тут потом по заболеваниям вы увидите там всякую всячину. Так вот, сегодня много речек как-то шла. Тут скользко о том, что мы не слушаем советы наших бабушек и родителей. И эта глава начинается таким образом. В детстве мы не слушаем советы наших родителей, а также бабушек и дедушек. Как сказал поэт Аркадий Целетели, нам в юности опыт помеха. Бабушки со слезами на глаза пытались научить нас, а мы надрывались от смеха. И только тогда, когда сами достигаем их возраста, начинаем понимать простую истину, что опыт бывает важнее книжных знаний. Продолжая стихи Целетели, следует отметить своими днивостью его строк. Глядя теперь, как скрутила жизнь нас врагам на потеху, плачу я горько, а бабка помирает от смеха. Потому что мы начинаем тогда... Вот у меня мудрый дедушка, мне говорят, испорототной был дедушкой, кто белые руки, неоценимые сокровища. И оказывается, он, конечно, был прав. Они спасали меня. Но я просто не принесла, тоже не догадалась привезти сюда рукоделье моё. Я вышиваю гладь под живопись. Я беру нитку тоньше волоса, очень тонкую. И у меня есть икона Креста, икона Богородицы, и там, среди Долины Ромной, где сто тонов выкрали, ниток выкрашены были мной. Я почти три года работала над этим. Так вот, между тем, сколько прекрасных навыков, полезных советов давала бабушка, Софья Михайловна, это моя бабушка. Она следила во время утреннего умывания, чтобы вытерялся каждый пальчик отдельно. И говорила, ты вымыла уши? Так нет, потому что уши грязные, а потому что массаж ушей проходит, когда мы уши-то моем. Не потому, что он грязный. Совсем ведь не поэтому. Это, безусловно, она была, конечно, права, потому что и заставляла каждый пальчик вытирать в отдельность. Это массаж шел в этих рефлексогенных зонах. Вы же знаете, что мизинец, это у нас меридиан того же сердца, эндокринная система, это безымянный палец, сосудистая система, средний палец, нервная система, это толстый кишечник, это у нас на указательном пальце. И большой палец, это бронхолегочная система и мозг. Это понятно, что массаж кончика пальца улучшает и дыхание, и кровообращение, восстанавливает биоэнергетику и нервную систему. Но мы не будем об этом говорить. Целители Востока по гибкости пальцев определяли захламленность организма, зашлакованность именно по гибкости пальцев. Ну, потому что там много рефлексогенных зон. Теперь мы понимаем, что воспитание, в том числе наработка привычек в домашней очереди имел огромное значение. Если в семье, то у ребенка загиб желчного пузыря 30 годам он инвалид. Поэтому появляются головные боли, болтающие суставы, становишься кишечник, интоксикация, посаженные почки. Об этом говорит Агулов в своей книжке «Висцеральная хиропрактика». Ну, то есть вот ранее травили там и животы, что только нельзя. Здоровый ребенок восстанавливается, потому что любая мышца тренируется, если мы будем обминать область печени. Когда бабушке говорили, если у тебя болит, значит, печень там, спи на клубке, на клубке спи, потому что идет отток желчи. И понимаете, и постепенно это все восстанавливается. А эти, сейчас вам скажу, народ это, это в Якутии. Якуты делают очень просто. Если у них там надсадился Якут, там или заболел, у него в области печени, они лопату поставили в землю, фуфайку накинули, приживотом прилег, боли ушли. Понимаете, это потому что организм саморегулирующая система. При обдавлении кишечника боль исчезает, потому что объясняется тем, что венозные сосуды наполняются кровью и возникает повышенное давление и позволяет включать запасные пути коллатерали оттока крови. Когда кровоснабжение это проходит нормально, проблем практически не бывает. Если болит живот и в области желчного пузыря, как я говорила, спать, надо, конечно, или подушечку подложить, или плотную такую, или клубок ниток. Потому что давит на желчный пузырь и лжет лучше отделяется. Многие из нас, конечно, недооценивали советы наших бабушек, потому что в результате, если мы не занимаемся печенью, желчным пузырем, надо обязательно растворять камни, не удалять, ничего лишнего у нас нет. Потому что очень слишком много завязано на желчном пузыре и на печени. Вы понимаете, наши глаза связаны с печенью. Челюсти связаны с печенью. Через там лечение, если проблемы с челюстью, обязательно страдает там, допустим, с правой долей печени. Поэтому надо лечить опять же печень. Вот эта глава как раз говорит, что на чем тут завязано. А наши, значит, молодые мамы как-то, ну, не понимают эти самые, не понимают иногда это. И причем, вы знаете, у нас совершенно преступные есть методики. Как можно было применить памперсы? Кто придумал? Какой враг? Это враг придумал. Ведь им идет же, мы же специально, эти мальчики будут импотентами. Ведь это мы закладываем импотенцию. Как стерилизовали барашков, так и стерилизовали. Возьмите сейчас в горах хозяин. Если у него барашек слабенький, ему не надо потомства. Он тут же берет мешочек меховой, одевает на яички, он затягивает там потихонечку, побегал барашек летом, все, он становится абсолютно стерильным. Это мы что делаем? Это мы что делаем? И вы знаете, вот такая газета была «Я русский», 29 номер, 99 год. И вот там рассказано, я даже статью эту с собой привезла, она называется «Не ходите в памперсах за женитьба». Так вот, в женских прокладках и тампонах заложен диоксин, универсальный яд. Это будет воспаление. И если, посмотрите, что творится по телевизору, прокладку рекомендуют, она катается на коньках с прокладкой, вот, в критические дни, когда бабушка говорит, да ты осторожный, да ты не подскользнись, да ты не падай, да ты не бегай, да ты... на физкультуру не ходи нам, всегда Василий Алексеевич Порфирьев, я в Шиме училась в годы войны, мама там работала кушер-гинекологом, он сказал, как только у вас критические дни, немедленно мне сказать, никаких физкультур для вас не должно быть, абсолютно. Почему это понимают? Это что за реклама? Как можно, во-первых, это бесстыдство мы воспитываем, а во-вторых, разве можно такие вещи допускать, чтобы в прокладках кататься на коньках? Это потом эндометриозы, это потом будут кисты, это потом воспаление, чего только не будет с этого, нельзя этого делать, совершенно, прям поражаешься вообще нашей медицине. Ведь, раньше, до 33-го года, когда мать поступала в институт, у них еще была ботаника, каждый врач собирал справочный гербарий. Обязательно. Он должен был знать. До 96-го года пройдет в Болгарии. Я там 4 раза была на конгрессах. Я вообще участница 5-ти всемирных конгрессов. Так вот, они, значит, в 5-м курсе, я приезжаю, где Анна Боева? Анна Боева уехала в горы с 5-м курсом врачей. Собирать гербарий. Пишут, какому возрасту, как подать. Растения сушат, приклеивают. Пишут, какому возрасту, как подать, в каком количестве, при каких заболеваниях. Почему это убрали? Мы почему стали слабее знатарей? Вот. А врачство у нас было самое сильное. Вы знаете, какое мы сейчас место занимает в медицине нашу? 70-е. 130-е. 130-е. Это мы при царе были на 8-м. Это в годы войны еще мы были на 15-м, 16-м месте. А сейчас у нас 130-е место. Хотя сейчас по радио мы опять змея кусает свой хвост. Она уже не раз кусала. И сейчас мы ее посмотрите по радио. А вот этот крем сделан на травах. А вот это сделано на травах. А вот это так и это. Можно в это верить? Я сомневаюсь. Потому что столько подделок. Может быть и можно, но не всегда. Далеко не всегда. А потом, я, например, не беру в аптеке ничего. Почему? Я вам скажу почему. У меня был кооператив «Зеленая аптека». Сейчас я тогда принимаю с мужем или с сыном. Тут и их рожица есть, тут и моя рожица есть, а во мне тут данные и о сыне и о множе. Так вот, муж доктор наук, но он такой шибко ученый, поэтому такую толстую книгу на компьютере создал. Я бы ее половину меньше сделала. Я просто так ушами прохлопала. А первая книга была у меня 200 страниц, а была более компактная книга. И вы знаете, это вообще кошмар, когда вот мы так относимся к народной медицине, потому что народная медицина это клинический эксперимент, то есть лечебный эксперимент на самом себе, не на крысах, не на кроликах, не на мышах, а на самом себе, сохраненный в народной традиции. Традиционная медицина это не наша медицина, традиционная это народная медицина, это традиция народа, а наша это официальная медицина. Вот ведь это что, почему мы называем это шиворот на выборот все. И герудотерапия это, относятся и массажи, и всякие эти самые мануальные терапии, это традиционная медицина народа. Вот ее и надо понимать, потому что это веками проверено на человеке. И вот этот опыт надо, конечно, изучать. А мы вот так, 96-го года Болгария продержалась, мы в 33-м году решили, что на таблетках проживем. А не прожили. А сколько у нас осложнений дают, всякие препараты. Вы посмотрите парацетамоловая почка. Куда это ведет? Посмотрите, аписперин дает какие кровотечения. Как мне врач говорит, хотя бы четвертушку. Съедайте вроде аспирина. Да у меня осины много. Я вам взяла осину, да. Выпила, да и все положила на язык, и запила водой. Я вообще перешла на порошки, я могу показать. Просто там у меня есть, лежат в упаковке мави. Как вы готовите порошок? Очень просто. У меня там есть такая кастрюля для размола растительных проб. Туда загружаем поломанную корни там или ту же кору, перемалываем, потом просеиваем и даем маленькую дозировку. Это маленькая ложечка для горчицы. Все достаточно. На язык насыпал, запил водой. Можно два-три раза в день. Это серьезный труд, братцы. Сумасшедший труд. Чем? Чем? Супай, супай. Нет, у нас... На кофемолке, наверное. Нет, мы просеиваем. Бери, у нас такая кастрюля из размола растительных проб. Она стоит у сына там в доме. Вот она такой величины, и там такой большой нож. И мы туда... Это специально для размола. Ну, с ножом, как мясорубка, что ли, она действует. А потом просеиваем. Просеиваем ее, это самое... А на кофемолке можно? Конечно, для себя на кофемолке. Безусловно. На себя и все. И корень лобуха, и все-все-все. Все на кофемолке сделаете. Это очень удобно. Мы начали, чтобы право не берете в аптеку. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Начала одно, и забыла про это. Кооператив была зеленая аптека у нас. Значит, делает мужчине, для чем импотенцию. Вот делает Марина Дмитриевна, сбор составляет. Прям гостями берет и закладывает. Помогает. Валентина делает, не помогает. Он, значит, ну, просто сказал, что вот не тот эффект. Травы-то одни и те же, и количество одно и то же, а не помогает. Ручки другие оказались. Теперь приходит женщина, бионергет, вот так раппетика. Лапку свою поставила и говорит, ну, нормально. Взяла она эти 200 грамм бессмертника. Приходит через неделю, ей нужно еще было там 100, не знаю, 200 грамм. Она вот так руку поставила, говорит, не возьму. Я говорю, почему? А энергии нет, не идет энергия от травы. Я думаю, почему? Что там случилось? Тогда я уже забеспокоилась. Тогда уже мы... Она так и не говорит, нет, нет, Марина Дмитриевна, это не ваши руки. Нет, это Валентина положила. Так она энергию-то травы забрала. Ладно, теперь, значит, я иду к одной женщине, тоже бионергет, там Зоя Константиновна. Я говорю, Зоя, ну-ка, посмотри. Мы все шесть человек вложили траву, чабрец, одну и ту же в пакетики. И туда записки положили, кто положил. И вот от четырех пакетов идет энергия, а от двух, которые у меня стояли на фасовке энергетики, нет совершенно. Энергии не идет. Тогда мы сразу убрали их с фасовки, а потом, значит, я думаю, ладно, она ошиблась, я пошла к другой, там, к Юмеровой. Та посмотрела, Гульфина подхлопная, говорит, вот от этих двух совершенно нет энергии. Только от этих. Вот тогда-то я и поняла, что такое энергетика травы. Ко мне приходит Василий Павлович Ботч, если вы его знаете. У него есть там книжки, это тоже из Академии биоэнергетики. Он, значит, приходит ко мне в гости домой, собирается там еще биоэнергетик. Очень интересная там одна из Германии была женщина. И я ему рассказала, чем я занимаюсь, и он тогда заинтересовался. И он проверил на энергетику многие травы. Ему показалось это интересным. И написал книгу «Духовные силы растений». Оказалось, что сейчас потерял свою энергию алоэ. Мы еще очень долго будем ее рекомендовать. У него те же самые там химический состав, но энергетики у него нет. Почему изменилась астрология? Мы поступили в эпоху водолея. Была эпоха рыб. Конфигурация звезд не та, в общем, сочетание все не то. Короче говоря, алоэ потерял свою силу энергетическую и потеряла свою силу толокнянка. А мы, значит, еще будем ее в тысячу лет там рекомендовать. А мы можем подзарядить активатором. Да, конечно, да, в том-то и дело. У него каждый уже есть, понимаете. То есть вот приобрела очень сильную энергетику яблони, которую ты не имела. У нее эти витаминов там мало. Если 17 миллиграмм процента, это же вообще ничто. Если сравнить, допустим, с той же клоей сосны, которая 260-300 миллиграмм содержит. Вот. И усилил свою энергию аир. Он сказал, что даже маленький кусочек аира, брошенный в ванну, будет снимать отрицательную энергию у человека, понимаете. Аир болотный. Аир болотный, да, совершенно верно. Аир болотный. Нет, это он про кожу говорил. Нет, пить-то само собой. Пить-то я рекомендую при всяких гастритах. Пить это само собой, понятно. Но тут я говорю... Травки нужно собирать самим. Да, травки нужно собирать самим. И то, что вы посеяли на даче, то будет работать точно на вас. Потому что они прошлись через ваши... Верните, тем более. Потом тут идёт... Тут куча заболеваний идёт. Всякие там косметики, всё на свете. Нервные, кожные, женские. Заболевания системы крови. Очень хорошо эти... Лимфогрануломатозы лечатся. Ну, тоже я там применяю вот тот же болиголов. Но обязательно хвою. Хвоя хорошо лечит лимфатическую систему. Потом о зерновых прогрозках тут есть. Герудотерапия, раздельное питание лидиально. Аромотерапия. Баня, ванны лечебные. Музыка, танцы, искусство и здоровье. Тоже очень интересно. Сейчас я вам кое-что об этом скажу. Влияние цвета на здоровье. Очень серьёзная глава. Раньше бабушки лечили цветом одежды. Вы опять вот красным цветом лечили воспаление придатков. Лечили рожу. Лечили горь красным цветом. Понимаете? Если вам не хватает... Если вы простыли, однозначно оденьте красное. Хотя бы не снаружи, но внутри. Хотя бы сорочки сделайте. Мужчины с простатитами немедленно оденьте красные трусики. Поносили месяц, ну убрали следующие там, другие поносили. Потом снова к ним вернулись. Щитовидка, красные шарфы надо одевать. Это тоже очень серьёзно. Вы понимаете? Если вам не хватает радости, оденьте оранжевое или лимонное. У нас у всех нимбы, у всех этих святых жёлтые. Золотистые. Если вам не хватает покоя, одевайте вот такой цвет. Вот такой. Я стараюсь сто слов в минуту, конечно. То есть одевайте голубое, зелёное или это синий цвет. Не носите вы чёрное. Чёрное всю эндокринную систему ссадит. Особенно колготки. Девочки, которые не рожали, снимите брюки. Упрошу вас, если вы не снимаете, делайте застёжку сбоку или сзади. Но никогда впереди. Вы понимаете, в чём дело? Приходят... Это уже давно известно, конечно, до меня. Войдёт к избытку мужских гормонов. Застёжка впереди очень опасная на брюках. Носите брюки, застёжка должна быть сбоку или сзади. И никогда впереди. Зенщины, если не нужно иметь детей, там наплевать как. А вот если вы собираетесь быть мамами, вам надо застёжку иметь ни в коем случае впереди. Это знал ещё мой дед партнер. Он сказал, мне было 12 лет. Он сказал, что нельзя застёжку делать у женщин впереди. Лучше вообще без застёжки. Лучше вообще без застёжки. Не случайно же в храмы не пускают брюка. Я вот посмотрела, и стоит главный врач, она профессор Валентина Полякова. Пришла ко мне с дочерью, там подарила книгу свою. Где там глава моя по акушерству. И она, значит, и говорит, я говорю, Валя, как у тебя рожают? Да вот из 10-ти 7 кесеров. Я говорю, ты что, с ума сошла? Ты же преступница, как можно? После кесерого сечения, через 18-20 лет, состояние суицида наступает. Это ребёнок не родился, а появился на свет. Поэтому это совсем вещи разные. Надо научить женщину рожать. Этого делать нельзя. Я говорю, и стоит её дочка, студентка в первом курсе. Я говорю, Валя, снять надо. Она говорит, а ты знаешь избыток мужских гормонов? У 80% избыток мужских гормонов. Я говорю, вы снимите брюки. Вы что делаете? Кто при... Ну, конечно, экономим на колготках. Может быть. Но ведь это же ведь не причина. Во-первых, у вас бёдра, посмотрите, узкие. Узкие брюки, джинсовые. Не развивается бедро. У меня, моя прабабушка, могла путём массажа ягодичных мышц поменять положение плода, не прикасаясь к животу женщины. Мазь моя, гинеколог этим, уже не обладала. И теперь никто этой методикой не владеет. Вы понимаете? Это ведь очень важно. У них стягиваются бёдра, не работает совершенно мышца бедра, которые участвуют где-то в деторождении. Этого делать нельзя. Понимаете? Я не понимаю, почему раньше безграмотные партнеры это знали. Почему мы-то и хорошо, и прочно забыли. Ведь самая энергетичная одежда, это та, которая расширенная книзу. Самая хорошая одежда, это у священников. Священники, у них колокол. Одежда колокол. У них рукава колоколом здесь и сутана. Вниз идёт расширенная. Энергетика совсем другая. Не та, что у юзких юбок. А именно колокол должен быть. И когда на молении раньше ходили, ходили в сарафанах, они вот здесь собирались, вот здесь обязательно был колокол. В таком сарафане легче было встать с колен, когда наклоняется, и легче совершенно молиться. Человек так не уставал, как уставал. И попробуйте в узкой юбке встать на колени, подняться с колен. Это не так просто. Вы понимаете? Поэтому форма одежды имеет огромное значение. Коричневый цвет старайтесь не одевать. Он ухудшает работу печени. Поэтому, если даже у вас где-то снаружи, то внутри где-то должны быть совершенно другие тона. Поэтому цвет имеет огромное значение. Огромное значение. Ну, танцы, это понятно, что они имеют огромное значение, потому что там мышцы работают, дыхание улучшается. Улучшается, и там танцевать надо. До самой старости, пока вас держат ноги, надо пытаться танцевать. Танцуем мало, поем мало. Сейчас пойдем. Вене правильно, точно. И, вы знаете, и тут у меня проблема еще какая была с живописью. Я позвонила одному художнику, говорю, не говорила, что у тебя есть что-нибудь, как лечиться живописью? Он говорит, знаешь что, литературы такой нет, но я сейчас тебе скажу из моего опыта. Я одной женщине, очень богатой, по заказу нарисовал «Утро в сосновом лесу» Шишкина, медведя. Они ее повесили в спальне над кроватью. Встают с головной болью каждый раз. И она стала звонить и говорит, ты знаешь, у меня вот голова болит, как встаю утром, вечно с головной болью. А он говорит, а что у тебя там висит? Она говорит, так вот медведя в лесу. Она говорит, немедленно убери и поставь туда, где учеб просто проходит. Или в коридор, или там в гостиную, куда угодно. Но только не там, где вы проводите ночь. Оказывается, на этой картине очень тяжелая энергетика. Савицкий нарисовал медведей, а он нарисовал лес. Они поссорились перед концом моей уже этой работы. И он убирает фамилию Савицкого, оставляет только свою Шишкину. Но впереди-то сломанное дерево. Это ведь сломанная судьба. Дерево-то сломанное, на котором Мишки-то ползают. То есть энергетика очень плохая. И тут как-то мне один художник подарил очень красивую картина «Утро». Утро лучше, чем «Заря». Хотя «Заря» более красивая. И впереди лежит сломанное дерево. Вот так лежит. Я тут одному художнику сказала бы, «Мишка, немедленно мне убери эти деревья, чтобы их тут не было лежачие». А если пенек? Он заменил. Ну пенек срубленное дерево. Ничего страшного, он отрастет пенек. Это живое. Как это он отрастет, если пенек остался? А что он не отрастет? У него поросли. И он на картине, что ли? Ну убрать его надо, если он уж там совсем голый. Но у него потенция к жизни есть, у пенька, понимаете? А тут мертвое дерево положено. Он мне заменил зайцами. Зайцев нарисовал там на этом месте. Понимаете? И я никогда не беру картину, если я не вижу, чтобы горизонт вдали. Если картина перекрыта горой, мне ее не надо. Если перекрыта она тоже в отлесах, сокрыта. Вот пусть обоих сторон будет лезть, но где-то будет просвет горизонту. То есть должна быть дорога жизни открытая. Это тоже имеет огромное значение. Энергетика живописи тоже очень... Вы все устали? Нет. Ну как это нет? А я устала. А мне вот с этого и надо было. А я уже охреть у вас чувствую. А здесь река, река и вода. Река по одному. Река всегда хорошо, потому что река это уносит все в горе. Горе уносит. И когда у вас ребенок болеет эпилепсией, неврозный ребенок, пусть ребенок ходит в мокрых носках или там по берегу реки. Очень полезно. Дети, тем, у кого неврастения, неврозная эпилепсия, ходить по берегу реки. Река унесет все. Вот если вы наговорили воду, плохую формулу или хорошую, перенесли через реку, через мост, вся информация снялась. Все, река сразу унесет. Вот. Я вам читала стихотворение «Жизнь». Но так как эта книга достанется единственной женщине, я вам прочитаю другое стихотворение. Не только Богу. Спаси нас, Божий, от ненасти. Спаси от смерти и пурги. Спаси от краденого счастья, от несчастья береги. Спаси от хилого здоровья. Спаси от силушки дурной. Спаси от гадкого злословия. Не впереди, а за спиной. Спаси от нищеты духовной. Спаси от зависти глухой. Спаси от талчности греховной, от компании дурной. Спаси от временного друга. Спаси от дружбы по нужде. Спаси от замкнутого круга. Спаси от трусов лихолетия. Спаси от мелочных забот. Спаси от войн на этом свете. И раз прям всем закончи счет. Спаси от глупости и лени. Спаси от пьянства напролет. Спаси от рабства на коленях. Спаси меня и на народ. Спаси от жадности безмерной. Спаси от черствости людской. Спаси от власти непомердные, от привычки вырослой. Спаси во всем. Спаси нас, Боже. Спаси на весь мой грешный век. Но не забудь спросить нас тоже, чего ты стоишь, человек. Это стихотворение написано Володей Шарфатов. Он из Кандагары. Это заслуженный, это герой России, который с самолетом увез весь экипаж, сбежал из Кандагары. Они там два года были в плену. И потом он сел и во время моления мусульман поднялся в самолет и улетел в Турцию. А с Турцией уже попал в Россию. Это его стихотворение. Скажите, пожалуйста, два слова от мухоморья. Кто не слышал? Два слова от мухоморья. Давайте пожалеем. Вы знаете, что-то несколько слов садитесь. Вы садитесь. Мы все знали. Мухоморья я жарю и ем. Отмываю. Горство у нас было самое сильное. Вы знаете, какое мы сейчас место занимаем? Медицина наша. 130-е. 130-е. Это мы при царе были на восьмом. Это в годы войны еще мы были на 15-16 месте. А сейчас у нас 130-е место. Хотя сейчас по радио мы опять. Змея кусает свой хвост. Она уже не раз кусала. И сейчас мы посмотрите по радио. А вот этот крем сделан на травах. А вот это сделано на травах. А вот это так и это. Можно в это верить? Я сомневаюсь. Потому что столько подделок. Может быть и можно, но не всегда. Далеко не всегда. А потом. Я, например, не беру в аптеке ничего. Почему? Я вам скажу почему. У меня был кооператив «Зеленая аптека». Сейчас я одна принимаю. С мужем или с сыном. Тут и их рожица есть. Тут и моя рожица есть. А во мне тут данные и о сыне, и о муже. Так вот. Ну, муж доктор наук. Но он такой шибко ученый. Поэтому такую толстую книгу на компьютере создал. Я бы ее половину меньше сделала. Я просто так ушами прохлопала. А первая книга была у меня 200 страниц. А была более компактная книга. И вы знаете, это вообще кошмар. Когда мы так относимся к народной медицине. Потому что народная медицина – это клинический эксперимент. То есть лечебный эксперимент на самом себе. Не на крысах, не на кроликах, не на мышах. А на самом себе. Сохраненный в народной традиции. Традиционная медицина – это не наша медицина. Традиционная – это народная медицина. Это традиция народа. А наша – это официальная медицина. Вот ведь это что. Почему мы называем это шиворот-навыворот все. И герудотерапия – это относятся. И массажи, и всякие эти самые. Мануальная терапия – это традиционная медицина. народа. Вот ее и надо понимать, потому что это веками проверено на человеке. И вот этот опыт надо, конечно, изучать. А мы вот так, 96-го года Болгария продержалась, мы в 33-м году решили, что на таблетках проживем. А не прожили. А сколько у нас осложнений дают, всякие препараты. Вы посмотрите парацетамоловая почка. Куда это ведет? Посмотрите, аписперин дает какие кровотечения. Как мне врач говорит, хотя бы четвертушку съедайте вроде аспирина. Да у меня осины много. Я вам взяла осину, выпила и все положила на язык и запила водой. Я вообще перешла на порошки, я могу показать. Там у меня есть, лежат в упаковке маленькие. Очень просто. У меня там есть такая кастрюля для размола растительных проб. Туда загружаем поломанную корни там или ту же кору, перемалываем, потом просеиваем и даем маленькую дозировку. Это маленькая ложечка для горчицы. Все, достаточно. На язык насыпал, запил водой. Можно два-три раза в день. Сумасшедший труд. Чем? 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 Ступай, ступай. Нет, у нас... На кофемолке, наверное. Нет, мы просеиваем. Бери у нас такая кастрюля, из-за размола растительных проб. Она стоит у сына там в доме. Вот она такой величины и там такой большой нож. И мы туда... Это специально для размола. Ну, с ножом, как мясорубка, что ли, она действует. А потом просеиваем. Просеиваем ее... А на кофемолке можно? Конечно, для себя на кофемолке. Безусловно. На себя и все. И корень лобуха, и все, все, все. Все на кофемолке сделаете. Это очень, очень удобно. Мы начали про, что вы травы не берете в аптеку. А, сейчас скажу. Сейчас скажу. Начала одно, забыла про это. Кооператив была зеленая аптека у нас. Значит, делает мужчине, для чем импотенцию. Вот делает Марина Дмитриевна, сбор составляет. Прям гостями берет и закладывает. Помогает. Валентина делает, не помогает. Он, значит, ну, просто сказал, что вот не тот эффект. Травы-то одни и те же, и количество одно и то же. А не помогает. Ручки другие. А ручки другие оказались. Теперь приходит женщина, бионеркет, вот так раппетика. Лапку свою поставила и говорит. Ну, нормально. Взяла она эти 200 грамм бессмертника. Приходит через неделю, ей нужно еще было там 100, не знаю, 200 грамм. Она вот так руку поставила, говорит, не возьму. Я говорю, почему? А энергии нет. Не идет энергия травы. Я думаю, почему? Ну, что там случилось? Тогда я уже забеспокоилась. Тогда уже мы... Она так и не говорит, нет, нет, Марина Дмитриевна, это не ваши руки. Нет, это Валентина положила. Так она энергию-то травы забрала. Ладно. Теперь, значит, я иду к одной женщине, тоже биоэнергет, там Зоя Константиновна. Я говорю, Зоя, ну-ка, посмотри. Мы все шесть человек вложили траву, чабрец, одну и ту же в пакетики. И туда записки положили. Кто положил? И вот от четырех пакетов идет энергия, а от двух, которые у меня стояли на фасовке энергетики, нет совершенно. Энергии не идет. Тогда мы сразу убрали их с фасовки, а потом, значит, я думаю, ладно, она ошиблась, я пошла к другой, там, к Юмеровой. Та посмотрела, Гульфина подхватила, она говорит, вот от этих двух совершенно нет энергии. Только от этих. Вот тогда-то я и поняла, что такое энергетика травы. Ко мне приходит Василий Палыч Готч. Если вы его знаете, у него есть там книжки, это тоже из Академии биоэнергетики. Он, значит, и приходит ко мне в гости домой, собирается там еще биоэнергеты. Очень интересная там одна из Германии была женщина. И я ему рассказала, чем я занимаюсь, и он тогда заинтересовался. И он проверил на энергетику многие травы. Ему показалось это интересным. И написал книгу «Духовные силы растений». Оказалось, что сейчас потерял свою энергию алоэ. Мы еще очень долго будем ее рекомендовать. У него те же самые там механический состав, но энергетики в нем нет. Почему изменилась астрология? Мы поступили в эпоху водолея. Была эпоха рыб. Конфигурация звезд не та, в общем, сочетание все не то. Короче говоря, алоэ потерял свою силу энергетическую и потеряла свою силу толокнянка. А мы, значит, еще будем ее в тышуле там рекомендовать на самом деле. Да, конечно, да, в том-то и дело. У него у каждого уже есть, понимаете. То есть вот приобрела очень сильную энергетику яблони, которая не имела. У нее этих витаминов там мало. Если 17 миллиграмм процентов, это же вообще ничто. Если сравнить, допустим, с той же твоей сосны, которая 263 миллиграмм содержит. Вот. И усилил свою энергию аир. Он сказал, что даже маленький кусочек аира, брошенный в ванну, будет снимать отрицательную энергию у человека. Понимаете? Аир болотный. Аир болотный. Да, совершенно верно. Аир болотный. А? Нет, это он про кожу говорил. Нет, вас. Пить-то само собой. Пить-то я рекомендую при всяких гастритах. Пить это само собой. Понятно. Ну тут я говорю... То есть травки нужно собирать самим? Да, травки нужно собирать самим. И то, что вы посеяли на даче, то будет работать точно на вас. Потому что они прошлись через ваши... Соверники, тем более. Заболевания. Потом тут идет... Тут куча заболеваний идет. Всякие там косметики и все на свете. Нервные, кожные, женские. Заболевания системы крови. Очень хорошо эти... Димфогрануломатозы лечатся. Ну тоже я там применяю вот тот же болиголов, но обязательно хвою. Хвоя хорошо лечит лимфатическую систему. Потом о зерновых проростках тут есть. Герудотерапия, раздельное питание лидеально. Аромотерапия. Баня в ванной лечебный, музыка, танцы, искусство и здоровье. Тоже очень интересно. Сейчас я вам кое-что об этом скажу. Влияние цвета на здоровье. Очень серьезная глава. Раньше бабушки лечили цветом одежды. Очень... Вы понимаете, вот красным цветом лечили воспаление придатков. Лечили рожу. Лечили корь красным цветом. Понимаете? И если вам не хватает... Если вы простыли, однозначно оденьте красное. Хотя бы не снаружи, но внутри. Хотя бы сорочки сделайте. Мужчины с простатитами. Немедленно оденьте красные трусики. Поносили месяц. Ну, брали следующие там. Другие поносили. Потом снова к ним вернулись. Щитовидка. Красные шарфы надо одевать. Это тоже очень серьезно. Вы понимаете? Если вам не хватает радости, оденьте оранжевое или лимонное. У нас у всех нимбы, у всех этих святых желтые. Золотистые. Если вам не хватает покоя, одевайте вот такой цвет. Вот такой. Я стараюсь сто слов в минуту, конечно. То есть одевайте голубое, зеленое или это синий цвет. Не носите вы черное. Черное всю эндокринную систему садит. Особенно колготки. Девочки, которые не рожали. Снимите брюки. Упрошу вас, если вы не снимаете, делайте застежку сбоку или сзади. Но никогда впереди. Вы понимаете, в чем дело? Приходит, это уже давно известно, конечно, до меня. Выйдет к избытку мужских гормонов. Застежка впереди очень опасная. На брюках. Носите брюки, застежка должна быть сбоку или сзади. И никогда впереди. Зенщина, если не нужно иметь детей, там наплевать как. А вот если вам собираетесь быть мамами, вам надо застежку иметь, ни в коем случае впереди. Это знал еще мой дед партнер. Он сказал, мне было 12 лет. Он сказал, что нельзя застежку делать у женщин впереди. Вот что вообще без застежки? Вот что вообще без застежки? Ведь не случайно же в храмы не пускают брюка. Я вот посмотрела, и это значит стоит главный врач, ну она профессор Валентина Полякова, пришла ко мне с дочерью, там подарила книгу свою, где там глава моя по акушерству. И она значит, и говорит, я говорю, Валя, как у тебя рожают? Да вот из 10-ти 7 кессеров. Я говорю, ты что, с ума сошла? Ты же преступница, как можно? После кессерого сечения, через 18-20 лет, состояние суицида наступает. Это ребенок не родился, а появился на свет. Поэтому это совсем вещи разные. Надо научить женщину рожать. Этого делать нельзя. Я говорю, и стоит ее дочка, студентка 1 курса. Я говорю, Валя, снять надо. Она говорит, а ты знаешь избыток мужских гормонов? У 80% избыток мужских гормонов. Я говорю, вы снимите брюки. Вы что делаете? Кто? Ну конечно экономим на колготках, может быть. Но ведь это же не причина. Во-первых, у вас бедра, посмотрите, узкие, узкие брюки джинсовые. Не развивается бедро. У меня, моя прабабушка, могла путем массажа ягодичных мышц поменять положение плода, не прикасаясь к животу женщины. Мазь моя, гинеколог этим, уже не обладала. И теперь никто этой методикой не владеет. Вы понимаете? Это ведь очень важно. У них стягиваются бедра, не работает совершенно мышца бедра, которые участвуют в деторождении. Этого делать нельзя. Понимаете? Я не понимаю, почему раньше безграмотные партнеры это знали. Почему мы это хорошо и прочно забыли? Ведь самая энергетичная одежда, это та, которая расширенная книзу. Самая хорошая одежда, это у священников. Священники, у них колокол, одежда колокол. У них рукава колоколом здесь и сутана вниз идет расширенная. Энергетика совсем другая. Не та, что у юзких юбок, а именно колокол должен быть. И когда на молении раньше ходили, ходили в сарафанах, они вот здесь собирались, вот здесь обязательно был колокол. В таком сарафане легче было встать с колен, когда наклоняется, и легче совершенно молиться. Человек так не уставал, как уставил. Попробуйте в узкой юбке встать на колени, подняться с колен. Это не так просто. Вы понимаете? Поэтому форма одежды имеет огромное значение. Коричневый цвет старайтесь не одевать. Он ухудшает работу печени. Поэтому если даже у вас где-то снаружи, то внутри где-то должны быть совершенно другие тона. Вот поэтому цвет имеет огромное значение. Огромное значение. Ну, танцы, это понятно, что они имеют огромное значение, потому что там мышцы работают, дыхание ухудшается, и там танцевать надо. До самой старости, пока вас держат ноги, надо пытаться танцевать. Танцуем мало, поем мало. Сейчас пойдем. Вене правильного. Точно. И, вы знаете, и тут у меня проблема еще какая была с живописью. Я позвонила одному художнику и говорю, что у тебя есть что-нибудь, как лечиться живописью? Он говорит, знаешь что, литературы такой нет, но я сейчас тебе скажу из моего опыта. И одной женщине, очень богатой, по заказу нарисовал «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Медведя. Они ее повесили в спальне, над кроватью. Встают с головной болью каждый раз. И она стала звонить и говорит, ты знаешь, у меня вот голова болит, как встаю утром вечно с головной болью. Он говорит, а что у тебя там висит? Она говорит, так вот медведя в лесу. Она говорит, немедленно убери и поставь туда, где человек просто проходит. Или в коридор, или в гостиную, куда угодно. Но только не там, где вы проводите ночь. Оказывается, на этой картине очень тяжелая энергетика. Савицкий нарисовал медведей, а он нарисовал лес. Они поссорились перед концом уже этой работы. И он убирает фамилию Савицкого, оставляет только свою Шишкину. Но впереди-то сломанное дерево. Это ведь сломанная судьба. Дерево-то сломанное, на котором мишки-то ползают. То есть энергетика очень плохая. И тут как-то мне один художник подарил очень красивую картина «Утро». Утро лучше, чем «Заря», хотя «Заря» более красивая. И впереди лежит сломанное дерево. Вот так лежит. Я вот одному художнику сказала, «Мишка, немедленно мне убери эти деревья, чтобы их тут не было лежачие». А если пенек? Он заменил. Ну, пенек срубленное дерево. Это что страшно? Он отрастет пенек, да? Это живое. А что он не отрастет? У него поросли, да? И он на картине, что ли? Ну, убрать его надо, если он уж там совсем голый. Но у него потенция к жизни есть, у пенька, понимаете? А тут мертвое дерево положено. Он мне заменил зайцами. Зайцев нарисовал там на этом месте. Понимаете? И я никогда не беру картину, если я не вижу, чтобы горизонт вдали. Если картина перекрыта горой, мне ее не надо. Если перекрыта она тоже вот лесом, сокрыта. Вот пусть с обоих сторон будет лес, но где-то будет просвет горизонту. То есть должна быть дорога жизни открыта. Это тоже имеет огромное значение. Энергетика живописи тоже очень. Вы все устали? Нет. Ну, как это нет? А я устала. А у меня вот с этого и надо брать. А у меня есть река? У нас там много. Я уже охрипла. А здесь река, река и вода течет. Река по одному. Река всегда хорошо, потому что река уносит все в горе. Горе уносит. И когда у вас ребенок болеет эпилепсией, неврозный ребенок, пусть ребенок ходит в мокрых носках или там по берегу реки. Очень полезно. Дети, тем, у кого неврастения, неврозная эпилепсия, ходить по берегу реки. Река унесет все. Вот если вы наговорили воду, плохую формулу или хорошую, перенесли через реку, через мост, вся информация снялась. Все. Река сразу унесет. Я вам читала стихотворение «Жизнь». Но так как эта книга достанется единственной женщине, я вам прочитаю другое стихотворение. Не только Богу. Спаси нас, Боже, от ненасти. Спаси от смерти и пурги. Спаси от краденого счастья и от несчастья береги. Спаси от хилого здоровья. Спаси от силушки дурной. Спаси от гадкого злословия не впереди, а за спиной. Спаси от нищеты духовной. Спаси от зависти глухой. Спаси от талчности греховной от компании дурной. Спаси от временного друга. Спаси от дружбы по нужде. Спаси от замкнутого круга. Спаси от трусов лихолетия. Спаси от мелочных забот. Спаси от войн на этом свете. И раз прям всем закончи счет. Спаси от глупости и лени. Спаси от пьянства напролет. Спаси от рабства на коленях. Спаси меняемый народ. Спасят жадность и безмерность, спасят черствости людской, спасят власти непомерные от привычки воросвой. Спаси во всем. Спаси нас, Боже. Спаси на весь мой грешный век. Но не забудь спросить с нас тоже, чего ты стоишь, человек. Это стихотворение, написанное Володей Шарфатовым. Он из Кандагары. Это заслуженный, это герой России, который самолетом увез весь экипаж, сбежал из Кандагары. Они там два года были в плену. И потом он сел и во время моления мусульман поднялся в самолет и улетел в Турцию. А с Турции уже попал в Россию. Это его стихотворение. Скажите, пожалуйста, от мухомори. Кто не слышал. По словам. Давайте пожалеем. Вы садитесь. Вы садитесь. Мы все знали. Мухомор я жарю и ем. Отмываю.